Здравствуйте, с вами снова я, Мария Рахманинова, и мы продолжаем наш цикл об империи. Сегодня мы поговорим о том, как соотносится логика империи и логика окружающего мира, населенного всевозможными различными обитателями. Жителям империи логика империи с самого детства преподносится как нечто совершенно естественное и несомненное, как единственное истинное, единственно возможное. Так империя продолжает воспроизводиться и бесконечно длится, и кажется чем-то самоочевидным. Однако это говорит отнюдь не о ее единственности, и не о ее истинности, и не о ее правильности, а лишь о том, что средства для ее воспроизведения, средства для ее утверждения очень устойчивы и хорошо наработаны. Тем не менее, в истории существовало и множество других способов смотреть на окружающий мир и на вещи, наполняющие его, на существ, наполняющих его. И есть множество авторов, которые эту традицию разрабатывали. Один из них французский философ, географ и ученый, специалист по естественным наукам Элизе Реклю. С его точки зрения, все в мире исторически движется в логике противоборства подчинения, господства и освобождения, стремления к подчинению и стремления к освобождению. На Элизе Реклю ссылаются многие современные авторы, например, Джон Кларк. В своей работе Between Earth and Empire, между Землей и Империей, он рассматривает Earth, английское понятие Земля, как идею, зародившуюся именно в качестве обозначающей что-то противоположной империи у коренных народов Африки в 90-е годы, 1990-е годы, в процессе осмысления их отношений, их региона и регионов Первого мира. То есть Earth противопоставляется Empire, как Земля противопоставляется Империи, именно в политическом смысле. Вот что пишет об этом Кларк. Древние империи инициировали массовые завоевательные войны, порабощение населения и ритуалы крупномасштабного человеческого жертвоприношения, одновременно опустошая мир природы, вызывая первые антропогенные, то есть вызванные человеком, экологические катастрофы и повсеместное опустынивание. Однако сегодня людям все труднее признать роль империи в глобальном социальном и экологическом кризисе, хотя цена отрицания становится намного выше. Джон Кларк развивает видение Элизе Реклю и многих других авторов этого направления, например Петра Кропоткина или более поздней писательницы Усула Легуин, и обращает внимание на то, как Реклю критикует самые основы западной европейской цивилизации, а именно философию Платона. Дело в том, что в философии Платона одной из ключевых ролей играет противостояние мира идей и мира вещей. Мир идей представляется чем-то совершенным, чем-то правильным, чем-то прекрасным, мир вещей представляется чем-то менее совершенным, стремящимся к небытию, вещи исчезают, вещи ломаются, вещи постоянно стремятся ускользнуть от нас. Идеи же никуда не ускользают, они присутствуют в каком-то правильном мире, их нельзя сломать, они не портятся, они не стареют, они существуют вечно, поэтому они более прекрасны. И вот эта логика, логика платоновского разделения на мир идеи и мир вещей пронизывает всю западноевропейскую традицию. И Реклю это ужасно не нравится. Он считает, что именно из-за этого человеческий разум всегда был устремлен не к вещам и к миру, а к неким абстрактным сферам, которые выходят за пределы Земли. «Цивилизованный разум», пишет Кларк, ссылаясь на Реклю, «всегда занят чем угодно, только не землей». И в этом смысле платонизм в идеальной форме, с его точки зрения, выражал то, что зарождающаяся империя всегда с самого начала устанавливала в сфере материальной реальности. Вот эта двойственность с точки зрения Кларка, с точки зрения Реклю и других авторов, стала одной из самых главных драм истории западного мира. Все университетские и школьные программы воспроизводят этот взгляд и так или иначе даже на уровне ценностей преподносят это противостояние двух миров как самое очевидное и не вызывающее никаких сомнений. Мы точно знаем, что духовное лучше, чем материальное. Любая учительница литературы будет нам рассказывать, как это работает на примере всяких литературных персонажей. У Кларка на этот счет и у Реклю есть множество вопросов. При этом интересно то, что все, что реально происходит в мире, часто выпадает не только из поля зрения империи, но и из поля зрения школьных учебников, которые полагают внимание к этим вопросам слишком паникерским или пессимистичным. Давайте не будем говорить о плохом, давайте будем говорить о великих героях, о подвиге, которые остаются в вечности, о бессмертии, павших за родину. Давайте не будем говорить о мрачных вещах, таких как насилие, угнетение или эксплуатация или опустошение. Все это результат проектирования пространства, построенного в определенной логике, логике империи или логике влечения к смерти. Для описания этого один африканский философ Ашлем Бембе ввел понятие некроцен или эра смерти, эра уничтожения. В самом деле за два последних поколения было уничтожено критическое количество животных видов, природных сред, экосистем, и эти два поколения жили в логике некроцена. Некроцен воспроизводит только некроцентричные модели мышления, такие модели, которые построены на безграничном потреблении, безграничном умножении прибыли, безграничном бескрайнем расширении, на которое ориентирован, например, большой бизнес крупных корпораций. Это безостановочная эксплуатация, без того чтобы сожалеть об этом, только потому что эксплуатация приносит прибыль, а прибыль приносит уверенность в себе тем людям, которые этими корпорациями владеют. Представление о том, что мир неисчерпаем, никуда не уходит, несмотря на то, что мы поколение, которое уже сталкивается в полный рост с этой ситуацией, с ситуацией исчерпанности мира. Эта модель мышления приводит к опустошительному поведению, и мы продолжаем во многом логику этого поведения, даже несмотря на то, что экологической осознанности у нас как будто бы больше, чем у предыдущих двух поколений. Все это было понятно уже в 70-е годы, когда ученые впервые забили тревогу по поводу и климатического баланса, и исчерпаемости ресурсов. И это находило отражение даже в художественной прозе 60-х годов. Например, уже Урсула Легуин, американская писательница, проницательно и критично осмыслила эту проблему в своей повести «Слово для леса и мира», одно по мотивам которой, кстати говоря, был снят знаменитый фильм «Аватар». Также это отражено в ее романе «Обездоленные» и во многих других художественных произведениях, неважно литературных или кинематографических, в последующие десятилетия. Характер человека, производимого этой машиной, этой некроцентричной моделью, это человек нечувствительный к окружающему пространству, человек неэмпатичный, человек циничный, зацикленный на себе, депрессивный, склонный к аддикциям, то есть к зависимостям самого разного рода, невротизированный, постоянно неудовлетворенный, замученный скукой, замученный попытками найти, как себя развлечь. Это человек, который находится как бы в тисках культуры потребления и индустрии развлечений, и человек, которому нет до размышлений о том, какие последствия имеют вот эти его повседневные занятия и практики. И любые попытки предложить ему какие-то другие формы отношения с миром, формы взаимодействия с миром, вызывают у него только насмешку. Ему кажется, что он находится в абсолютно истинном взаимодействии, если ему обеспечен комфорт, и что нет у других более правильных сценариев поведения. Все остальное ему кажется слишком сентиментальным, именно поэтому я сказала ранее, что он циничен. Все остальное ему кажется излишне эмпатичным, он может позволить себе больше, его не интересуют последствия его действия, это человек, для которого не существует реальность как таковая, для него существует только реальность, какой она дана ему. И это очень тесно связано с интересной идеей, с интересным понятием, которое используется в этой традиции, традиции, в которой писал Реклю, традиции, в которой работает Джон Кларк. Это понятие терра нулиус или нулевая земля. Нулевая земля, это понятие существовало в мышлении колонистов, например, когда они впервые пребывали на новые земли, они полагали, что перед ними и есть эта некая нулевая земля. Она еще не была размечена никакой империей, никакой административной машины, никакого государства. Им казалось, что вот перед ними чистый лист, на который они могут написать свой текст. А ведь именно в этой логике работает любая власть. Власть полагает нечто в качестве пустого экрана, по которому она пишет свой собственный текст, не учитывая то, что там написано уже до нее. Именно этим была в общем-то интересна колонизация с точки зрения своего устройства. Считалось, что земли, населенные кем-то, кто не представляет интересы империи, интересы какого-то конкретного государства, это пустые земли, а что там они сами думают об этих землях, это совершенно не важно. Они как бы не существуют, и их точка зрения никому не интересна. Кстати говоря, на этом взгляде построено очень многое и в современности, и в том числе в российской реальности. И вообще этот взгляд лежит в основе логики оккупации и колонизации. Ну, например, пропагандистский тезис о несуществовании Украины именно таким образом и становится порталом в военную агрессию. И все аннексии оккупации и формы военной агрессии опираются именно на представление об этой терра нулиус, нулевая земля. Ничего нет. Есть только мое понимание того, как этот чистый лист будет заполнен. Стоит ли говорить о том, что все пространство вокруг империи понимается как пустое место? И здесь уже, пожалуй, излишне даже добавлять о том, что империи не приходит в голову помыслить окружающие природные пространства, как пространство, наполненное чьими-то домами. Лес – это чей-то дом. Лес – это дом для животных и птиц, для насекомых, для различных форм жизни. Этот тезис кажется смешным. И он кажется смешным героем повести Урсула Легуин «Слово для леса и мира одно». У нее очень хорошо показаны монологи высмеивания этого взгляда. Какие еще птицы, какие еще звери? Есть ведь я, говорит полковник, военный главный герой. Его монологи заслуживают особого внимания и неплохо отражают ту логику, в которой вообще работает мышление колонизатора. Очень интересное размышление на эту тему также содержится в фильме режиссера Вернера Херцога, где грезят зеленые муравьи, представляющий конфликт между нефтедобывающей американской корпорацией и обществом австралийских аборигенов, которые населяют какие-то территории исконным образом много тысяч лет. И вот американская корпорация пытается разместить свое горнодобывающее опорудование или нефтедобывающее опорудование на этой территории. И общество, местный коренной народ пытается объяснить этой корпорации, что здесь нельзя строить, потому что здесь грезят зеленые муравьи. Конечно, этот образ довольно гротескный, но мы понимаем, что грезы муравьев это лишь какая-то фигура, это какая-то метафора, которая может быть развита и в других направлениях. И мы видим здесь столкновение двух логик. Логики колонизации, логики колонизатора, который приходит и захватывает пространство, и логики местного сообщества, которое находится в отношениях баланса с той средой, в которую оно вписано. И в этом смысле сторонники концепции Земли будут скорее внимательны к интересам тех, кто населяют различные среды, к их реальностям. И в этом смысле есть основание говорить именно о реальностях, потому что пока мы говорим об одной реальности, мы всегда можем помыслить того одного, кто будет решать, какой она будет, что в ней будет правильно. Но как только мы допускаем существование множества реальностей, мы можем представить себе, насколько разными могут быть логики, организующие. И в этом смысле концепция Земли явно противоположна концепции Империи. И с точки зрения сторонников концепции Земли, на смену существующим авторитарным государствам и авторитарным логикам государств, которые не выглядят авторитарными, но все равно зачастую таковыми являются, должно прийти некое сообщество самоорганизующихся общин, которые будут интересоваться именно логикой Земли, логикой баланса между теми средами, которые их окружают. И в этом смысле внимание должно быть переключено, внимание в том числе в области образования, должно быть переключено с интересов Империи на интересы тех сред, в которых мы встраиваемся, внутри которых мы рождаемся, или творим, живем мыслям и взаимодействуем. И это будет означать не объединение Земли и Империи, как некая золотая середина, к которой нас часто любят призывать склонные к оптимизму центристы, говоря о том, что нужно найти какой-то баланс. Между этими двумя логиками нет баланса. Есть лишь один выход спасти Землю, это закончить логику Империи. Есть лишь один выход сделать так, чтобы кризис был наконец преодолен, если еще не поздно, и баланс был снова найден. Это прекратить воспроизводить логику идеализации мира идей, платоновского представления о том, что идея важнее вещей, а надмирная важнее того, что находится в мире. И для этого, конечно, необходимо сделать очень много шагов. По всей видимости, у нас уже не осталось на них времени, но если мы представим, что оно у нас все-таки есть, и мы с оптимизмом смотрим в будущее, и будущее у нас тоже есть, что мы можем себе представить? Каким должен быть первый шаг, каким должен быть главный сценарий, который приведет нас к альтернативным отношениям с окружающим пространством, с окружающей Землей? Но прежде всего, конечно, речь идет о педагогических системах. Только педагогические системы, альтернативные имперским, то есть построенным на воспроизводстве логики империи, могут как-то подготовить людей к изменению мира, а не к воспроизводству существующих в нем систем власти. Задача не в том, чтобы научить человека помогать империи бесконечно воспроизводиться и найти какое-то место в ней, где он будет успешным и на своем веку сможет прийти к какому-то минимальному результату, который она ему гарантирует. Задача в том, чтобы жить в балансе с окружающими средами, друг с другом, и не воспроизводить логику превосходства мира идей над миром вещей, потому что Земля — это единственное, что у нас есть. Таких педагогик исторически было много, и один из самых интересных проектов получил название «Либертарная педагогика». Не либеральная, а либертарная педагогика. Это педагогика, которая разъясняет учащимся, что они могут быть субъектами, активными участниками всего, что происходит в мире, беды которого касаются их напрямую и беды, которого требуют их вмешательства. Для них есть место в мире, в той мере, в какой его нужно менять и в какой ему нужно помогать восстанавливать его и восстанавливать те балансы, которые в нем были нарушены поколениями, жившими в логике империи. Это радикальная педагогическая трансформация. Это первое и главное условие переориентации с логики империи на нечто противоположное ей, на логику мира. И это именно то, о чем говорит традиция, традиция критики империи в пользу логики Земли. Традиция, восходящая к классическим концепциям и доходящая до наших дней, представленная самыми разными многочисленными авторами. Если вы хотите узнать об империи больше, следите за нашими новыми выпусками, оставайтесь с нами.